Для того, чтобы вырастить здоровый урожай чеснока, нужно правильно выбрать место для посадки с учетом культур, которые росли тут до него. Ведь неудачные предшественники способны свести на нет все усилия по выращиванию чеснока, значительно ухудшив его товарные и вкусовые качества. Поэтому давайте разберемся, после каких культур можно сажать чеснок, а какие предшественники оказывают неблагоприятное воздействие на корнеплод. Известно, что любая из выращиваемых нами культур берет из почвы множество полезных и питательных веществ. Поэтому через определенный период времени запасы земли начинают истощаться. И перед тем, как посадить новую культуру, стоит для начала высадить растения, которые восстановят поводородие почвы. Например, очень хорошо, когда перед зимним чесноком выращиваются растения с длинной корневой системой. Связано это с тем, что у чеснока короткая корневая система, и из-за этого он сильно истощает именно верхний слой почвы. Поэтому чеснок желательно сажать после овощей с такой корневой системой, которая не выкачивает из верхних слоев почвы питательные вещества, а наоборот улучшает структуру грунта. И к одним из таких предшественников, оказывающих благотворное воздействие на чеснок, является капуста. Ведь выращивая ее, под нее вносят большое количество органики, так как эта культура очень требовательна к высокой плодородности почвы. На следующий год удобрения превращаются в гумус, который служит идеальным источником питания для чеснока. Также капуста относится к семейству крестоцветных, поэтому болезни и вредители овоща не опасны для чеснока. Его можно сажать после брокколи, цветной, пекинской и ранней белокочанной капусты. Исключение составляют только позднеспелые сорта, так как с грядок их убирают поздно и останется недостаточно времени для подготовки грядки под чеснок, учитывая, что это рекомендуется делать за месяц до посадки. Также чеснок прекрасно себя чувствует после тыквы, кабачков и патиссон, так как выращивая эти культуры, под них вносят органические удобрения и в процессе развития они забирают в основном азот. В результате в почве остается много калия и фосфора, которые очень важны для формирования полноценных головок чеснока. А также мощная корневая система овощей семейства тыквенных отлично разрыхляют грунт и улучшают его структуру. Следующие отличные предшественники для чеснока – это бобовые. Чеснок дает урожай крупных головок при чередовании с горохом, фасолью или бобами. Эти культуры слабо подвержены заболеваниям и способны улучшать структуру почвы. Мочковатая корневая система овощей способствует накоплению в грунте азотистых соединений, которые легко усваиваются чесноком на начальной стадии развития. Также культура не имеет общих вредителей. Еще одним лучшим решением будет посадить чеснок после огурцов. А связано это с тем, что грядку под огурцы обильно заправляют перепревшим навозом и компостом. А в период вегетации огурцов проводят несколько подкормок овоща, древесной завой и минеральными фосфорно-калийными составами. И все эти удобрения способствуют росту полезной почвенной микрофлоры, что очень важно для чеснока. Также плетья огурцов убирают с грядки достаточно рано. И земля некоторое время отдыхает перед началом подготовительных работ к посадке чеснока. Еще одни из лучших предшественников чеснока – это сидератные травы, такие как клевер, фацелия, люпин и гречиха. Растения оказывают благотворное влияние на почву, подготавливая ее к выращиванию корнеплода, улучшают структуру грунта, делая его более рыхлым и легким, а также обогащают корнеобитаемые свой земли полезными веществами. А вот томаты, перцы и баклажаны являются допустимыми предшественниками для чеснока, но не лучшими. Итак, с культурами, после которых можно сажать чеснок, разобрались. Но есть еще и нежелательные предшественники, с которыми не рекомендуется чередовать чеснок, так как неудачные предшественники корнеплода оказывают негативное воздействие на развитие овоща и снижают урожайность. И один из первых в этом списке – это лук, так как он относится к близкородственным растениям, относящихся к семейству луковичные, которые нельзя чередовать. Обе культуры склонны поражаться одними и теми же болезнями. Плохими предшественниками чеснока являются лук-репка, батун, порей и шалот. Также чеснок нельзя сажать после моркови и свеклы. Эти овощи имеют длительный период вегетации и в процессе развития активно вытягивают фосфор и калий из всех слоев грунта. После выращивания культур почва испытывает недостаток элементов, в которых остро нуждается чеснок, и их невозможно восполнить за короткое время. Что касается картофеля и чеснока, то они могут подвергаться общим болезням и вредителям. Если в этом же году или предыдущем сезоне картофелю присуща была какая-либо болезнь, либо вредитель, то они могут оставить следы в почве, которые приведут к заражению последующего посева чеснока. К тому же, если почва уже была использована для выращивания картофеля, то она может быть истощена некоторыми питательными веществами, которые чеснок может требовать для полноценного роста и развития. Поэтому это неподходящее место для посадки чеснока. Также чеснок не следует сажать после зелени и пряных трав. Например, фенхель и базилик выделяют фитонциды, которые тормозят развитие чеснока. Петрушка, сельдерей и пастернак находятся на грядках до глубокой осени и нарушают график подготовки почвы к посадке чеснока. Поэтому использование пряных трав и зелени в качестве предшественников корнеплода – не лучший вариант. Итак, один из основных факторов, обеспечивающих высокую урожайность чеснока, это соблюдение правил севооборота. Зная, после чего можно сажать чеснок, обязательно удастся получить здоровый и богатый урожай чеснока. И, конечно, немаловажно выбрать солнечное место, где не будет застаиваться вода. Тогда растения будут получать достаточно света и не пострадают от излишней влажности. А вы придерживаетесь правил севооборота при посадке озимого чеснока? Расскажите, пожалуйста, в комментариях о своем опыте.